Привет! Сегодня мы поговорим про настройку firewall в Linux. И не старе на то, что я люблю рассказывать всякие рассказки про то, как та или иная вещь на самом деле устроена, это видео будет максимально практическим, чтобы оно было максимально коротким и без какой-то лишней воды, для того, чтобы можно было начинающему решить свою задачу с минимальной тратой времени. А что за задача, собственно говоря? Задача довольно простая. Есть у нас какой-то сервер, который, допустим, торчит наружу в сеть интернета. То есть кто угодно может к нему подключиться по какому угодно порту. Нас эта история не устраивает, и мы хотим как-то это дело немножечко ограничить. То есть, например, сказать, что подключаться можно только к таким портам или только по таким протоколам. Тут есть небольшая оговорка. На самом деле, когда мы развертываем какое-то приложение, и оно не должно быть доступно извне, хорошо бы это делать на интерфейсе localhost и не указывать привычки, как иногда бывает, 4.0. Но это уже немножко отдельная история, она больше про DevOps. Сейчас у нас задача ограничить именно подключение. Говоря о том, как устроен вообще firewall в Linux, нельзя не затронуть тему того, как вообще устроена обработка пакетов, входящих или исходящих. Это можно представить себе в виде вот такой вот картинки. Картинка красивая, картинка очень запутанная, и по ней можно, наверное, даже несколько лекций прочитать. Да, и вся эта история может быть представлена в виде некоторого набора таблиц. Вот нас сейчас интересует таблица фильтра, вот блоки зелененькие на картинке обозначены, и она состоит из трех так называемых цепочек. Input, Forward и Output. Мы сфокусируемся только на одной единственной цепочке input. То есть из всей вот этой картинки нас интересует только один прямоугольник. И этого для решения нашей задачи будет вполне достаточно. Ну окей, а как вообще выглядит цепочка input в таблице фильтр? Давайте на это посмотрим. Для того, чтобы посмотреть список текущих цепочек, мы используем команду iptables. В целом она будет полезна все это время. И ключик минус L большой, лист. И мы с вами видим, у нас есть три цепочки. Сфокусируемся на цепочке input, все остальные нам пока не интересуют. И она пуста. Цепочка на самом деле состоит из некоторого набора правил. Они записаны в определенной последовательности, и каждый входящий пакет, он проверяется, удовлетворяет ли он сначала первому правилу, потом второму, потом третьему. Ну и в зависимости от того, удовлетворяет он или нет. Если удовлетворяет, то выполняется действие, которое в этом правиле указано. Если нет, то переходим к следующему правилу. Если мы все правила прошли, а в данном случае на самом деле все наши пакеты проходят мимо всех наших правил, но правил нет, ну окей, считаем, что то же самое, что ни одно из правил не выполнилось. То действие по умолчанию policy называется. В данном случае оно accept. То есть у нас цепочка input состоит из нуля пока что правил, и действие по умолчанию у нас accept. То есть пакет принимается, все окей. То есть у нас все пакеты принимаются на всех сетевых интерфейсах, на всех портах. Вот как бы то, с чего мы начинаем. То есть у нас все можно. Окей. Давайте это пробуем немножечко начать справлять. Что тут важно помнить? Дело в том, что все правила, которые мы будем добавлять, они начинают действовать мгновенно, сразу после того, как мы их добавили. Поэтому всегда нужно себя немножко припроверять, чтобы случайно не оставить себя без доступа к серверу. Вот давайте начнем мы с добавления правил, которые что-то разрешают. Пока ничего запрещать не будем, чтобы ничего не сломать. Несмотря на то, что сейчас может казаться это немножко напутанным, логика достаточно простая. Мы сейчас с вами напишем какое-то количество правил, которые будут разрешать нам все то, что нам нужно разрешить, что мы хотим оставить. А потом изменим полиси по умолчанию на дроп. То есть у нас будут отбрасываться все пакеты, которые не разрешены теми правилами, которые мы сейчас добавим. То есть мы сейчас с вами должны перечислить все то, что можно. Ну, а все, что не можно, будет запрещено. Вот такая у нас логика работы будет в нашей цепочке input. Давайте добавим наше первое правило. И мы разрешим подключение к 2.2 порту. У нас SSH-сервер по умолчанию развернут именно там. И мы первое, о чем позаботимся, чтобы не оставить себя без доступа к серверу. Разрешим подключение по SSH. Сюда API tables. Далее ключ append. Дело в том, что мы правила можем добавить либо в начало нашего списка правил, либо в конец. О чем разница, поговорим чуть позже. Пока добавим в конец. Ну, правил нет, поэтому без разницы. Итак, а это append. Далее указа, зазываем цепочку. Цепочка input. После мы указываем с помощью ключика minusp port. TCP. У нас SSH использует TCP подключение. Дальше. Destination port. Порт назначения для входящего пакета. Это тот, на который, на наш сервер пакет включится. Итак, SSH использует port 22. И дальше. С помощью ключика jump. Что с этим пакетом нужно сделать? Мы указываем accept. Этот пакет должен быть принят. Все. Это разрешающее правило для всех TCP пакетов, которые приходят на port 22. Отлично. Добавляем. Казалось бы, ничего не произошло. Ну, давайте посмотрим на список правил теперь. Итак, у нас появилось это правило. TCP. Откуда угодно. Destination. Куда угодно. Протокол. Да, еще раз TCP. И тот, на который даже распознал, что на 22 порте у нас SSH сервер. И правило у нас accept. Пока мы ничего не запретили, пока мы добавили разрешающее правило. То есть сейчас пакеты, которые у нас приходят на 23 порт, ну, сейчас мы подключены к серверу PSH, они вот будут обработаны этим правилом и разрешены. Ну, все остальные пакеты тоже будут разрешены, потому что пользователи по умолчанию accept. Далее есть важный момент, который тоже стоит не забывать. Эти правила применяются сейчас к пакетам, которые приходят на все интерфейсы. То есть, получается, на localhost интерфейсе у нас тоже разрешено будет, если мы изменим политику по умолчанию на drop, только TCP-соединение. Нас это, конечно, не устраивает на localhost, нам должно быть разрешено вообще говоря все, потому что никто снаружи подключиться туда не будет. Поэтому давайте это правило добавим. IpillTables, append, также цепочка input. Нас теперь интересует интерфейс. Можем указать с помощью Iinterface, интерфейс, localhost и правило accept. Замечательно. Что еще нам разрешить? Ну, на самом деле, если мы изменим, логика такая, что после того, как мы изменим правила, получаем на drop, у нас все остальное будет запрещено, поэтому давайте подумаем, что еще нам может требоваться. Ну, если у нас есть какой-то веб-сервер, то, естественно, нам может потребоваться разрешить подключение на порт 80. Ну, или там еще, кроме порта 80, 440, например, если у нас будет использоваться SH-соединение. Ну, в данном случае это просты. Давайте укажем TCP. Порт назначения 80. Ну, минус J, accept. Ну, если у нас есть комнате и еще приложение на каком-нибудь не в 80-ом порте, тоже можем его сюда добавить и указать. Далее. Тут уже зависит от ваших целей. Иногда нам может требоваться, чтобы наш сервер отвечал на ICMP-запросы, то есть по-простому пинговался. Для этого что мы требуем сделать? Нам нужно будет разрешить. Дальше тут указан протокол. И протокол может сказать ICMP. Правило. Accept. Да, так. То есть после того, как мы добавим, у нас это правило, у нас сервер сможет отвечать на ICMP-запросы. Тут, на самом деле, небольшой вопрос, нужно вам это или не нужно. Не всегда, на самом деле, хорошо, когда ваш сервер, условно говоря, отвечает на всякие непонятные ICMP-запросы снаружи. Можно здесь указать, вообще говоря, адрес отправителя, на который он будет отвечать. То есть если у вас есть какой-то рабочий компьютер со статическим внешним IP-адресом, то можно указать, что он будет отвечать на ICMP-запросы только с него. Ну, или поддерживать, скажем, разрешать все соединения только с этого адреса. Ну, пока мы упростим задачу, разрешим отвечать просто на все ICMP-запросы снаружи. Ну, не всегда это может быть нужно. Далее есть тоже такой момент, который часто забывают, но он достаточно важный. Дело в том, что если ваш сервер сам инициировал соединения, то есть попытался загрузить, например, какой-то файл откуда-то, то нам нужно все эти пакеты, которые идут в ответ тем, которые ваш сервер инициировал соединения, их нужно разрешить. То есть чтобы с лонгером могли что-то скачать, установить какой-то пакет и так далее. Для этого мы добавим следующее правило. Это самое хитрое правило на сегодня. Abitables также append в цепочку input. Мы все вынаподобляем, но с другими цепочками сегодня не работаем. Дальше мы указываем, что нас интересует состояние. И состояние пакетов мы причиняем следующее. Первое, во-первых, установленные соединения уже. Также related. И для них правило. Только G маленькое. Accept. Так, вроде так. Вроде нигде не общался. Так, давайте посмотрим, как у нас выглядит правило. Вот так у нас выглядит. Вроде все то, что мы добавляли, все так оно у нас и есть. Тут может быть немножко небольшая путница, почему у нас вдруг есть правило, которое разрешает откуда угодно какие пакеты. Но на самом деле мы можем вспомнить, что мы добавляли такое правило для интерфейса localhost. Для того, чтобы в этом видиться, давайте. Добавим к IPTables не только ключик минус L, ну и еще минус V, скачает verbose. У нас это правило как раз про localhost и существует. Окей. Что еще нам может быть здесь полезно? Дело в том, что при подробном выводе мы можем заметить, что у нас есть счетчик пакетов, сколько пакетов было удовлетворено этому правилу. Это дуально полезная история, особенно сейчас, когда мы хотим все остальные соединения дропнуть. То есть можем убедиться, что первое правило у нас регулярно отрабатывает. У нас уже 555 пакетов. Еще посмотрим, видите, счетчик растет. Ну, у нас SSH соединение активно. То есть можем убедиться, что наши правила как-то выполняются. В чем теперь разница, почему порядок правил важен? Есть к нему две причины. Первое, у нас правила могут немного пересекаться. Например, первое правило у нас может разрешать TCP соединение на 22-й порт, но при этом следующее правило может запрещать вообще все TCP соединения. Дело в том, так как пакеты проверяются удовлетворением правил сверху вниз, по очереди, то если пакет будет этому правилу удовлетворен, то он будет принят, в данном случае у нас действие accept. И до следующего правила, которое его, по идее, может дропнуть, он уже не дойдет. То есть, если первое правило не выполнилось, то начинает выполнять второе. Это первый случай. Второй, так как на проверку каждого правила требуется, ну, какое-то количество ресурсов сервера, то следует, ну, такое правило хорошего тона, располагать правила в порядке наибольшей вероятности их выполнения. То есть, если у нас чаще всего, ну, в данном случае у нас чаще всего, наверное, будет выполнено отключение к нашему веб-серверу, то это правило по-хорошему было бы расположить раньше всего. Ну, давайте мы пробуем это сделать, давайте удалим это правило. Тут вопрос, а как правило-то удалить? Дело в том, что для того, чтобы удалить правило, нужно знать его, вообще говоря, в номер. Можно, конечно, как-то тут вот так посчитать, но это не то чтобы самая удобная история. Далее, удобнее всего использовать команду aptables-l, а дальше минус-минус и line numbers, ключ. Да, вот есть у нас такое правило для веб-сервера, нос имеет номер 3. Вот, давайте мы пробуем удалить наше правило под номером 3. Напишем судом, aptables. Дальше ключик минус D, delete из цепочки input. input и номер правила. Это правило у нас было 3. И так, отлично. Правила у нас этого больше нет. И теперь давайте добавим обратно наше правило, которое будет разрешать нам подключение к нашему веб-серверу. Цепочка у нас input, протокол, также TCP порт 80 и действие accept. Давайте посмотрим на список наших правил. Итак, политика по умолчанию у нас пока accept, но что мы явно с вами разрешили? Подключение, входящее на порт 80, на порт 22. Здесь мы с вами помним, что речь про... Давайте даже так посмотрим. Речь про localhost. Здесь все отключения на localhost у нас разрешены. Их на самом деле тоже лучше поднять повыше, но сейчас мы это уже не будем делать. Да, и разрешим подключение на порт 8000. Ну, если у нас там тоже что-то развернуто. Разрешили подключение ICMP, то есть все ICMP соединения будут приняты. И также разрешили в входящий пакет, которые были отправлены нам в ответ на то соединение, которое мы сами установили. А также разрешили еще и MDNS. Ну, в данном случае, чтобы мне в локальной сети было удобнее по домену и не подключаться к нашему серверу. Отлично. И даже такие у нас правила работают. Вот давайте проверим, что у нас работает правило. Самое первое, которое мы вынесли. Подключение к нашему веб-серверу. Давайте развернем наш коммунит веб-сервер. Сделаем это с помощью простейшего Python-пакета, чтобы не тратить много времени. Он нас по умолчанию слушает на всех интерфейсах. Ну и хорошо. Давайте пробуем к нему подключиться. Ну, так, окей. Мы получили в браузере страницу. По умолчанию это содержимое текущей директории, в данном случае домашнее. Вот у нас дважды было обработано соединение, включение. Давайте прихлопим наш сервер и посмотрим на статистику. Да, действительно у нас это правило работало, и 16 пакетов по нему было принято. Окей. Все, что нам теперь осталось, на самом деле, это изменить политику по умолчанию. Как раз вместо accept мы здесь добавим drop, для того, чтобы все остальные пакеты, которые этому списку правил не удовлетворены, отбрасывались. Важное мнение, что drop означает, что пакет будет отброшен, и отправителю в ответ не будет отправлено никакого уведомления. То есть, отправитель, который отправил нам какой-то пакет, который мы дропнули, он не будет знать, вообще дошел он, не дошел, есть там сервер, нету. Это довольно полезный момент. Итак, для того, чтобы изменить политику по умолчанию, давайте также используем нашу команду epitables. Ключ к policy. Цепочка input и правило. Drop. Нажимаем Enter. У нас соединение осталось. Это очень хорошо. Проверяем, что у нас все работает. Оп. Отлично. Все у нас осталось. Даже вот какой-то один пакет был уже отброшен. Итак, казалось бы, на этом можно завершить настройку firewall. Мы своего добились. Мы научились писать те правила, которые разрешают нам только те подключения, которые нам нужны, и все остальные подключения отбрасывать. Но есть некоторый момент. Это в некотором смысле все-таки даже защита от наших каких-то ошибок. Правила действительно, они применяются сразу, только были добавлены. Но они не сохраняются при перезагрузке нашего сервера. То есть, если мы каким-то образом все-таки накосячили и сломали подключение к нашему серверу, например, забыли добавить разрешение на подключение PSH, и теперь мы не можем исправить эту ситуацию, потому что просто потеряли доступ к серверу, мы сможем его перезагрузить. Ну, если он у нас физически где-то доступен, там, идите нажать на кнопочку. Если у нас какой-то виртуальный сервер, который мы арендуем, то через консоль управления, вернее, интерфейс управления, который вам предоставил хостинг-провайдер, скорее всего, такая опция тоже вам будет доступна. Вот, но раз у нас все хорошо, раз правила у нас рабочие и нам они нужны, мы их проверили, что они работают, то нам нужно учиться делать так, чтобы они сохранялись после перезагрузки. Для того, чтобы это сделать, нам потребуется пакет aptables-persistent. Его можно установить из репозитория. Вот в данном случае он уже, да, был установлен, но если он ранее у вас установлен не был, то ничего сложного. Единственное, при установке вам будет предложено как раз сохранить файл текущие настройки. Ну, раз у нас он уже установлен, то давайте пробуем текущие настройки сохранить файл как-то руками. Для того, чтобы это сделать, нам требуется утилита aptables-save. Она лежит в директории slash sbin. А дальше давайте вот пробуем ее сначала просто отдельно запустить, чтобы, смотрите, а что она вообще распечатает. Она в некотором специальном виде на самом деле печатает как раз нашу табличку-фильтр, которую мы хотим сохранить. Ну окей. По умолчанию у нас эта таблица сохраняется в вот такой вот файл. ROOS v4, потому что я IPv4. По вот такому пути. Для того, чтобы сохранить туда вывод команды aptables-save, воспользуемся вот такой вот оберточкой, чтобы у нас вот это действие тоже было выполнено от суперпользователя. Окей. Итак, теперь у нас по этому пути находится содержимое нашей таблицы фильтра. Да. Отлично. Дело в том, что правила из этого файла, они уже будут по умолчанию загружаться каждый раз при перезагрузке нашей системы. Поэтому дополнительно нам ничего делать не требуется. Но каждый раз, когда мы будем изменять правила нашего firewall, нам требуется эта команда выполнить для того, чтобы обновленные данные в этот файл записать. И последнее, о чем мы поговорим, это как удалить вообще все правила из нашей таблицы одной командой. Тут есть очень важный момент. Дело в чем. Команда для этого используется sudo. epitables. Дальше минус f. Она действительно удалит все правила, которые здесь находятся. Но она не сбросит политику по умолчанию. Поэтому если мы сейчас ее выполним, то мы оставимся вообще без доступа к нашему серверу. Поэтому если нам потребуется каким-то образом заново вернуть все настройки, а именно firewall разрешает вообще все на свете, то сначала мы изменяем политику по умолчанию на accept. Проверяем, что все ок. А дальше уже пишем команду epitables минус f. И все возвращается к тому, с чего мы начали. Таким образом, самая простая настройка firewall заключается в том, что мы сначала выделяем для себя, какие подключения нам нужно разрешить. Можно отдельно в блокнот или в какой-нибудь Google документ это собрать. После оформляем это в виде правилов цепочки input, после того, как мы проверили, что все окей, мы все учли, мы политику по умолчанию меняем с accept на drop. И получается, что все пакеты, кроме тех, которые мы явно разрешили, будут отброшены. Если это видео было тебе полезным, то можешь написать об этом в комментарии, а также еще можешь написать, что еще было бы интересно услышать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok